Так, настал день. Сегодня я забрал рамки и сейчас пробую вот вторая. Первая уже там, я его уже прихватил. Я, конечно, сварщик, мягко говоря, так себе, но я попробую. Вот это примерный конфиг, как это будет выглядеть. Я недавно осознал буквально только что, я вроде как хотел кофр, это как у Бересневича, из ПВХ канистр, а в итоге у меня как бы просто ПВХ как бы без канистр получается. Ну да ладно, возможно поэтому они были чуть дешевле. Вот, вот примерно такой конфиг, вот здесь будет еще подставка под кофр пластиковый, он будет здесь. Этот баул будет у него упираться, когда я буду вытягивать ноги и разлеживаться. Сейчас еще покажу без кофров, как это выглядит. Вот так это выглядит без кофра. Получается, что у меня к багажнику раз, два, ну тут одна большая будет точка крепления, здесь еще одна и здесь еще одна. Я думаю, что этого вполне достаточно. Изначально хотел рамку делать ниже по этот уровень, но понял, что кофр прям чисто в выхлопную трубу смотрит, поэтому поднял до уровня сиденья. Вот опять же здесь будет за что цеплять верхний кофр, который баул. Собственно все, кофр сам крепится вот на такие фастексы, четыре штуки по бокам и две штуки, две лямки большие сверху. В принципе ничего не цепляет, ничего в глушитель не упирается, в колесо ничего не лезет, в амортизатор тоже. Вот, единственное, что обваривать я, наверное, буду не сам, а дождусь все-таки тести, которые умеют это делать хорошо, потому что я вот здесь сбоку уже прожег трубу. Попытался потом это дело все закидать, но, конечно, сварщик я плохой пока что. Собственно, как-то так. Вторую сторону, наверное, не буду пока прихватывать, пока зачищу места крепления. В общем-то и все. Надеюсь, что сегодня все будет готово и завтра я уже поеду в Перми, полностью укомплектованный кофрами и всем остальным, кроме прикуривателя. Он, кстати, будет на днях уже в Перми, так что все будет готово очень скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, этот день настал. Это все-таки случилось сегодня. Да, и рамки готовы. Я собрал все воедино. И вот это, в общем и целом, конфиг, с которым я планирую ехать. Кроме, как я уже многократно говорил, кофра пластикового, который будет здесь. Ну, естественно, это все будет пообъемнее, потому что сейчас боковые кофры совсем пустые, и верхний тоже там просто лежит палатка, чтобы какой-то объем был. Собственно, все получилось вроде как неплохо. Рамки вровень с сиденьем. Такая высота позволила кофр боковой поднять, чтобы его не надувало выхлопухой. Собственно, и все. Завтра у меня как раз будет выходной, и я поеду уже отсюда в город Перм. Вот так вот это все выглядит прекрасно. Кстати говоря, крепеж для телефона не стал пока делать вот этот, потому что сложно, и голова занята другим. Поставил просто посерединке. люфтит. Ну, в целом, я думаю, что здесь больше шансов, что телефон не сдует. В принципе, это и все. На этом такая железная подготовка мотоцикла завершена, можно сказать. Я поменяю масло, но не сегодня, а в Перми. Возможно, еще немножко поверну руль на себя чуть-чуть, потому что сейчас он достаточно высоко стоит. Но по итогам завтрашней поездки будет видно. Возможно, так и оставлю, чтобы спина была ровная. Ну, в общем-то, и еще, да, до закажу вот эту штуку наверх. И, в принципе, и все. В принципе, и все. Да. Так, ну что, день настал. Я собран, упакован. Стало очень тяжело. Просто очень тяжело. Я начинаю понимать, почему, правда, берут дольники и литры. Это я вообще не выехал. Но я уже понимаю, насколько будет тяжелее ехать. И у меня сразу же возникли сомнения насчет креплений. Как только я все прицепил, потому что слишком большое плечо нагрузки получается. Я привязываюсь к верхней рамке. И она очень высоко. То есть, мне кажется, его может наджабить. Но надеюсь, что этого не случится. И верхний кофр очень тяжелый из-за того, что там автомобильный набор инструментов. И вот такое барахло. Очень тяжело. В принципе, все готово у меня. Сейчас я завожусь и выезжаю. Все. Спасибо этому дому. Спасибо всем. И до скорых встреч. Ну что, вы спросите, как проходит моя первая часть с пути до Перми. Да плохо. Нет, в целом отлично. Но погода. Из дома выходил, так было хорошо. А тут хляби небесные развязались. Проливной дождь. Я весь сырой. Думал, что пронесет, но нет. Первая крыша моя. Еще и громыхает. Вот туда мне надо. А там просто ничего не видно. Времени 11 утра. Но по ощущениям, вообще по освещению, будто сейчас 8 вечера. Ни просвета, ничего. Такое вот начало, блин. Это мне еще повезло с остановкой. Тут вообще чисто. И она хорошая. Не пахнет. Тут не ходили в туалет. И в целом вообще приятно. Ждем дальше. Так, ну что, еще одно включение времени. 4 часа дня. С момента последней остановки я проехал 109 километров. Это была Челва. Сейчас это уже пригород Перми. Поля. Погода наладилась. Начиная с Челвы плюс 25. В Челве было плюс 27. Прекрасная погода. Но появился боковой ветер. И это такая подлая вообще штука. И очень-очень коварная. Поэтому я сейчас очень осторожничаю. И вот сейчас в пригороде. Тут примерно 50 километров хороших дорог двухполосных. В одну сторону я имею ввиду. Но ехать приходится очень осторожно. Потому что прям сдувает, сдувает, сдувает. Я уже молчу про... Молчу про обычные дороги двусторонние, двухполосные. Заправлялся сегодня. До Челвы. В общем, обсох километров за 25. Переключил краник в положение резерв. И ехал 80. Очень аккуратно. Очень осторожно. И уже ждал, когда же, когда же Челва. В итоге я заглох у колонки. Просто докатился 2 метра до колонки. Залил бензина прям под горлышко. Думал, войдет литров 10. Но странно, вошло только 9,3. То есть там еще был запас резерва какой-то, что ли. Фиг знает. Непонятно. Вроде по документам, по паспорту. Бак 13 литров. Но... Не знаю. Будто бы меньше. И будто бы расход вообще жестко подскочил. С 3,5-3 литров. Фиг знает до скольки. Потому что обсох я, проехав 160 километров всего лишь. Конечно, там есть еще резерв. Не знаю, сколько ехал я быстро. Больше 100. Но... Расход какой-то лютый. 160 километров на баке. Это что-то печаль. Совсем. Такие дела. Отдыхаю сейчас. Прихожу в себя немножко. Разумнусь. И до Перми доеду. Вот что называется, когда вовремя приехал. Там оказывается штормовое предупреждение на улице. И вообще град. И вообще не очень. Я только вещи поднял. Ух.